Мы вас приветствуем в нашем центре и сегодня будем говорить о типичных трудностях карьерного консультирования и о том, как с ними работать. Это слайд, посвященный нашему центру. У нас более 250 преподавателей, экспертов, и одним из них являюсь я, Светла Шмолова Юрьевна. Это мои регалии. Опыт работы. Работала преподавателем в высшем учебном заведении, затем, окончивая годичные курсы при МГУ имени Ломоносова, ушла в управление персоналом, начинала с рекрутмента и сейчас обучаю уже директоров по персоналу. Сама выросла до директора по персоналу и сейчас тоже на наших курсах обучаю и директоров по персоналу, и специалистов, и менеджеров по персоналу, публикуюсь, выступаю, консультирую. Мои контакты у вас на экране и в личном кабинете. Те, кто у нас зарегистрированы, тоже получите и мои контакты, и мою презентацию. Сможете скачать после нашего семинара. По поводу того, почему именно я и почему я решила подготовить курс, новый курс для HR-ов и коучей. Этот курс называется «Практику по карьерным консультированиям». Я сама достаточно много консультирую, и наши слушатели, в том числе, выпускников. Есть такой опыт. На психфаке, когда я обучалась, получала дополнительное образование по ЕНДО имени Ломоносова, мы этому тоже обучались. Кроме того, у меня еще был опыт преподавания психологии в высшем учебном заведении, то есть тоже какое-то отношение имею к консультированию. И сейчас я провожу индивидуальное консультирование для HR-ов, которые задают вопросы, как, что нужно делать, и для слушателей, и для наших. Кроме того, я веду еще бесплатный семинар для наших слушателей и выпускников «Успешный поиск работы и трудоустройства», где также даю рекомендации о том, как правильно составлять резюме, где искать работу, как себя вести на собеседование. У нас есть интересный курс, он называется «Семинар практику по кадровому резерву». Там тоже есть нюансы, касающиеся консультирования и выяснения, как правильно нужно выяснять компетенции конкретного работника и выстраивать его траекторию карьеры в конкретной организации. Ну и также я участвую в днях карьеры, поэтому, как вы видите, опыт имеется, и я могу с вами поделиться своим опытом. Ко мне часто обращаются с просьбой дать рекомендации по карьерному консультированию. Те профессионалы, у которых наступил кризис в профессии, у меня тоже была такая история. Именно после преподавания я обратилась в МГУ, получила диплом, обучившись, естественно, о профессионале переподготовки и стала HR-ом, уже во взрослом состоянии. Ко мне также обращаются профессионалы, даем рекомендации. Часто обращаются выпускники вузов, которые не знают, как правильно найти первую свою работу. Среди наших слушателей есть родители подростков, которые тоже задают эти вопросы. И женщины, которые долгое время посвящали себя семье, воспитывали детей и после этого хотят выйти на рынок труда и тоже заниматься, работать и найти себя в работе. А также есть руководители, которые задают вопросы по карьерному консультированию для тех работников, которых они хотят сохранить в своей организации наиболее ценных работников. Хочу напомнить, что у нас есть HR-клуб ВКонтакте и Фейсбук, мы вас приглашаем в наш HR-клуб. Ссылки будут в презентации, которую вы получите в личном кабинете, поэтому приходите. Там мы обсуждаем разные вопросы, в том числе и по карьере тоже. Сегодня мы планируем с вами обсудить следующие вопросы. Выясним, что такое карьерное консультирование и кто такие карьерные консультанты. Перечислим типичные трудности в работе карьерного консультанта. Я перечислю то, что я вижу, то, что я чувствую. Если у вас будут какие-то добавления, рекомендации, пожалуйста, тоже можете мне задать эти вопросы. И мы с вами вместе обсудим те трудности, которые у вас, может быть, встречались в вашей деятельности. Дальше мы выясним, какими инструментами пользуются карьерные консультанты. Это тоже очень важный вопрос. И где можно научиться использовать эти инструменты на практике. Поднимите, пожалуйста, руку из очных слушателей, а вебинаристе напишите, поставьте плюс, если у вас есть опыт карьерного консультирования, карьерного консультанта в рамках компании. Но замечательно, уже есть, пожалуйста, опыт. С какими трудностями, вот я не вижу в чате плюсов, значит, судя по всему, наши вебинаристы не имеют такого опыта. Я правильно сделала вывод, да? Скажите, с какими трудностями вы встретились в работе, что для вас трудности? Ну, это лично моя трудность, потому что я еще мало, мало знаю коллегу, консультирую, поэтому скорее моя трудность. Не трудность работы с коллегами, а моя трудность в том, что я знаю мамы инструментов. Боитесь, что я успела где-то? Угу. Недостаточно знаний, да? И опыта. Да, недостаточно знаний, да, и опыта. Это не ваша трудность. Как это ни странно, это общая трудность, и я ее тоже включила в перечень трудностей, и обязательно ее прокомментирую. Других трудностей нет? Пока еще, так как я мало этим занимаюсь, других еще не обнаружен, но они у них впереди. Возможно. А может быть и не будет. Итак, вопросы. Видим, идем дальше. Как я уже сказала, я подготовила новый курс, который называется «Практику по карьерному консультированию для HR-ов и коучей». И те, у кого проблемы именно в том, что есть какие-то трудности, которые вы хотите решить или отработать, обратите внимание, он так называется «Практику». Там минимум теории будет, в основном это «Практику». Мы будем эти инструменты прорабатывать. Ближайшая группа очная 15 января по вечерам 2020 года будет на Бамонской. А далее мы будем запускать в режиме открытого обучения. Ну, кто знает, что это такое, тот, наверное, знает. Кто не знает, после семинара подойдете, я вам расскажу, что такое режим открытого обучения. Итак, переходим к первому вопросу. Кто такие карьерные консультанты и чем занимаются они? Ну, вот в данном случае одно из определений карьерного консультанта – это специалист, который помогает клиенту достигать карьерных целей. Под клиентами мы понимаем всех наших работников, если вы внутренний корпоративный коуч или HR, или карьерный консультант. И внешних тоже самое, это тоже клиенты наши, и перед ними тоже могут стоять определенные цели. Однажды Джон Крайт сказал, что потребность в консультировании по вопросам карьеры больше, чем потребность в психотерапии. Представляете, то есть людей, которые хотят получить консультацию у карьерного консультанта, их гораздо больше, чем клиентов у психотерапевтов. Ну, психотерапия вообще как-то для России особенно, наверное, не очень привычная и не очень занятие. А вот с карьерным консультантом можно о чем-то поговорить, потому что психотерапевт – это врач, а карьерный консультант – это просто консультант, хороший человек, знающий, и тот, кто может помочь. Он же, Джон Крайтс, говорил о том, что консультирование по вопросам карьеры может выполнять терапевтические функции. Это действительно так. И наша задача не просто наставить на путь истинный, вот это тоже связано с трудностями, сейчас я о них расскажу, а именно вдохновить человека на достижение этих целей. Ну и, наконец, он же сказал о том, что консультирование по вопросам карьеры является более трудным занятием, чем психотерапия. Как это ни странно. Почему? У меня есть кое-какие предположения, но я сейчас, наверное, не буду об этом говорить, но, тем не менее, вот такое мнение имеет. Так вот, в каких направлениях может помочь карьерный консультант? При поиске работы, при профессиональном выгорании, при смене специализации, в случае карьерного роста и в случае разработки образовательной траектории обеспечения требуемыми компетенциями. То есть человек хочет развиваться в каком-то направлении, но не понимает, что он может сделать для этого, что он должен для этого сделать. И иногда действительно профессию карьерного консультанта путают с психотерапевтом или обычным консультантом. Но понятно, что между этими профессиями есть разница. Например, карьерному консультанту не обязательно быть психологом и иметь психологическое образование. Ему достаточно хорошо знать рынок труда, знать технологии трудоустройства, какие-то основы ведения переговоров и задача карьерного консультанта помочь человеку спроецировать такую траекторию карьеры, которая максимально полно раскроет его потенциал с учетом реалий рынка. В обязанности карьерного консультанта входит много всего. Это из требований к карьерному консультанту. Например, он должен уметь правильно ставить диагностику, проводить и выявлять личные и профессиональные характеристики. Компетенции, например. То есть некая оценка должна быть. Какой-то инструмент для оценки. Он должен уметь правильно, грамотно, структурированно проводить профориенциационные сессии. Общение с клиентом здесь называется сессия. Встреча, общение. Он должен уметь разрабатывать индивидуальную стратегию поиска работы для конкретного клиента, для конкретного развития с учетом особенностей. Он должен уметь оценивать рынок труда по адресням, по компании, по заработным платам. Также к нам подключаются еще вебинаристы. Добрый день. Как видно, как слышно. Напишите, пожалуйста, если все видно, все слышно. Он должен уметь составлять, консультировать и составлять резюме, причем резюме, которое будет практически идеальным. Это называется таргетированное резюме. И сопроводители письма. Они еще по-другому называются мотивационные письма. Чтобы прочитав такое письмо, работодатель сразу захотел пригласить кандидата на собеседование. Также он оказывает помощь в подготовке к собеседованию и в сопровождении на различных этапах трудоустройства. Коллеги, еще раз напоминаю, что вся эта информация, то, что у меня на экране, будет вам доступна обязательно в личном кабинете. Просто напоминаю, в личном кабинете это все есть. Но если кому-то нравится писать или фотографировать, пожалуйста, вы можете это делать. Это не запрещено, конечно. Итак, мы выяснили, кто такой карьерный консультант. Теперь, собственно, с чем он сталкивается, с какими трудностями в своей работе сталкивается карьерный консультант. Мы знаем, что карьерный консультант должен работать в рамках каких-то этических рамок. И у него должны быть какие-то определенные принципы. И вот основными принципами у карьерного консультанта, например, есть такой принцип, который называется разделение ответственности. То есть, когда к нам приходит клиент, мы не обязаны решать все его проблемы, мы не обязаны нести ответственность за то, что он делает или не делает. Мы обязаны понять, что ему нужно, снять ожидания, и дальше объяснить, что мы можем сделать, а что должен он сам делать. Потому что за него мы не пойдем на собеседование. Если составить резюме мы можем, то на собеседование мы точно не пойдем с ним. Обязательно взаимоотношения должны быть на уровне взрослых-взрослой. Это трансакция, знаете, да? Эрика Берна, где каждый человек в тот или иной момент надевает на себя некую маску роли взрослого, родителя либо ребенка. Так вот, если, это тоже трудно, сейчас я о ней расскажу, если кандидат, клиент находится в роли ребенка, ну, помогите мне, у меня ничего не получается, я такой бедный несчастный, или в роли родителя, когда приходит и говорит, вы мне обязаны сделать вот это, вот это, вот это, как бы сверху, да, то в этом случае консультант должен тоже как-то себя вести. Самый оптимальный вариант, это когда мы выводим этого ребенка или взрослого на уровень, или родителя выводим на уровень взрослого, когда у нас деловые отношения, и мы по-деловому общаемся с тем иным клиентом. Эрика, можно сразу? Да. А как вот выводить, вот такая выводность у меня есть? Правда, в основном... Да, сейчас я расскажу, сейчас я, да. Я просто перечисляю сейчас принципы, а потом к трудности перейдем. Далее, понимание границ своей экспертности, то есть сказать, что да, я все сделаю, наверное, это неправильно, потому что кто-то эксперт в одной области, кто-то в другой области, и вот здесь очень важно, наверное, нам с вами объединяться, сейчас есть объединение карьерных консультантов и помогать друг другу, потому что есть специалисты по тем направлениям, в которых мы не очень хорошо разбираемся. Например, специалист по государственным структурам. Вот он там работал, у него есть опыт, он знает нюансы. Мы тоже можем это узнать, но у нас больше времени это займет. Поэтому лучше, наверное, если какие-то вот такие, да, направления передавать своим коллегам, ну а коллеги будут передавать вам. То, в чем вы эксперт. Соблюдение формата консультации. Консультирование, оценка, коучинг. Именно консультации, да, мы не берем на себя еще раз ответственность, мы просто консультируем, а не выполняем все за клиента. Принцип безоценочности. Конечно, замечательно, когда выстраиваются эмоциональные отношения с клиентом, но они будут мешать. Потому что как только мы переходим вот эту границу деловых отношений, клиент может позволить себе какие-то нюансы, и мы с ним просто не справимся. Либо изменить роль на ребенка или на родителя, да, либо потребовать больше от нас, либо обвинить нас в чем-то и так далее. Поэтому деловые отношения. И уважение клиенту – это всегда, и доброжелательность – это тоже всегда. Если мы не умеем работать с этим, отправляемся на тренинги там по стрессу устойчивости, например, ну или какие-то другие, то есть мы работаем с собой тоже. Итак, типичные трудности, с которыми встречается карьерный консультант. Первая трудность – это внешние и внутренние факторы. Это группа трудностей. Сейчас по каждому отдельно расскажу. Внешние и внутренние факторы. Второе – это, собственно, поведение клиентов. Это то, что на нас влияет, а это то, что влияет на клиента и вот как он себя ведет. И еще ошибки карьерного консультанта, наши ошибки, которые мы допускаем. Ну, давайте начнем с внешних факторов. Внешним фактором можно, коллеги-вебинаристы, просьба выключить все звук микрофонов, потому что у кого-то включен и он немного мешает. Вот, мы слышим то, что у вас происходит. Да, все, спасибо, вроде выключили, сейчас никто не мешает. Итак, к внешним факторам относятся высокая конкуренция на рынке. Ну, согласна, что несмотря на то, что это достаточно новая профессия для России, тем не менее, все равно эта конкуренция есть. Значит, как конкурировать на рынке труда? Если мы противопоставим себя всем остальным карьерным консультантом, мы не справимся, один полиневое, верно? Поэтому, на мой взгляд, надо не уходить от конкурентов, а напротив, идти к ним и общаться с ними. Потому что, во-первых, мы получим дополнительные знания, да, они поделятся. Во-вторых, мы получим помощь, как правило, тоже делятся и помогают. В-третьих, могут нам также пределить клиентов, если по какой-то причине не могут консультировать сами. Поэтому я рекомендую найти профессиональное сообщество HR-ов и консультантов. Это называется нетворкинг. Нетворкинг, то есть разработка своих профессиональных связей в сети или очно. Опять же, наш HR-клуб тоже выполняет частично эти функции. И самое главное, наверное, чтобы выделиться среди всех остальных карьерных консультантов, надо иметь какую-то свою фишу. Вот чем я отличаюсь от других. Если вы уже нашли, вот чем вы отличаете вот эту изюмику, это здорово. Если не нашли, надо искать. Ну, например, вы хотите специализироваться на молодых мам, мамок, которые будут выходить на рынок и искать работу. Вот какая-то узкая специализация, и вы будете очень хорошо знать это направление. И, пожалуйста, можете этим заниматься и стать незаменимым специалистом в такой какой-то узкой области. Вторая трудность – это отсутствие клиентов. Вот нет клиентов, где их можно найти. Найти для начала клиентов можно, например, через социальные сети, через те же самые профессиональные сообщества. У меня есть одна знакомая, карьерный консультант, она прекрасно ведет свой Инстаграм, прекрасно оформляет вот эти фотографии яркие, на которые и вопросы задает там такие, которые вот как крючок клиента подцепляет. Ну, и потом она какие-то тесты там публикует, ведет какие-то интересные опросы, еще что-то. В общем, даже тому, кто не интересуется этим делом, просто интересно пройти эти тесты и так далее. Вот таким образом человек развивает свой бренд и его начинает узнавать. Ну, а если один узнал, то расскажет другому и так далее. Общение в форумах с профессионалами тоже это очень важно, потому что там же в форумах могут находиться и непрофессионалы, и они будут видеть, как вы полемизируете, обсуждаете и так далее. Кстати, у нас вот по поводу личного бренда, у нас есть даже какой-то курс, вот так называется, если я правильно помню, построение личного бренда. Это важно для всех, а тем более для карьерного консультанта, который выходит на внешний рынок. Если вы внутри компании, ну, там особо, наверное, не надо доказывать всем, кто вы и что вы, эта работа докажет. А вот в случае, если вы выходите на внешний рынок, тогда, конечно, надо, чтобы вас знали. Для этого надо продвигать личный бренд. Еще одна трудность, внешний фактор, это невостребность на рынок труда. Работодатели сами не понимают, для чего нужен такой специалист. И это правда, такое бывает. Когда карьерный консультант хочет найти работу внутри компании, говорит, вот я хочу быть карьерным консультантом, а бизнес говорит, а зачем? Мы и так прекрасно себя чувствуем. Так вот, здесь нужно доказать бизнесу, что вы важны. Для этого есть цифры. Бизнес всегда работает с цифрами и воспринимает очень хорошо именно цифры. Каким образом можно доказать? Во-первых, можно показать бизнесу, сколько стоит текучесть персонала. Допустим, работник выгорел, у него уже нет возможности развития, он увольняется, берем другого. Значит, считаем, сколько стоит увольнение со всеми выплатами и со всем прочим прямые и косвенные затраты. Считаем, сколько стоит подбор нового специалиста, его адаптации, его продвижения, впишется, не впишется, риски все эти просчитываем и показываем. И говорим о том, что мы-то можем это сделать так, что этот работник будет у нас продолжать работать, и вот эти все траты не понадобятся. Есть еще такое понятие, как ключевые показатели эффективности, да, KPI. Так вот, у карьерного консультанта тоже должно быть KPI. Даже если в организации нет вот этого подхода, ключевых показателей эффективности, то разработайте сами себе, ведите их, показывайте, потому что обязательно наступит момент, когда это надо будет продемонстрировать и показать, сколько денег я сэкономил для бизнеса, да, или что хорошего я сделал, и что может входить в KPI. Например, ну, как я уже сказала, уровень текучести персонала, допустим, пока у меня не было, уровень текучести такой был, как только я пришел и начал консультировать, уровень текучести изменился. Можно измерять уровень удовлетворенности сотрудников своей работой. Если вы начинаете консультирование, проведите вот этот опрос, насколько люди интересуются и удовлетворены своей работой, и через некоторое время, ну, как правило, через год, там такие основные идут показатели, примерно через год еще раз проведите, посмотрите, это называется HR-аналитика, тоже, кстати, очень такое современное направление. У нас, еще раз хочу напомнить, новый курс есть для HR-аналитики, тоже можете посетить и посмотреть, как это все делается. Также можно взять в KPI процент работников, получивших продвижение за определенный период. Тоже берем какой-то там полгода, год, и смотрим, сколько работников изменило свои функции. Не обязательно это карьерный рост может быть, это может быть и горизонтальное развитие, это тоже очень важно, потому что это тоже стимулирует работников и так далее. То есть, как только у нас есть с вами KPI, как только мы разговариваем на уровне цифр, бизнес нас слушает, воспринимает и понимает, что да, действительно мы нужны. Теперь внутренние факторы, их тоже несколько. Первый уровень недостаточно, я фразирую, знаний, навыков, опыта, умений и так далее. Это нормально, потому что любой начинающий консультант с этим сталкивается. Ну а куда без этого? Мы же не родились сразу карьерным консультантом, значит, это будет обязательно. Каким образом можно набрать опыт? Если вам нравится ваша работа, то вы наверняка готовы и работаете бесплатно, правильно? Правильно. Следовательно, вам можно консультировать знакомых, родственников, подруг, друзей и так далее. Вот он опыт, он уже набирается опыт. Если вы уже работаете в организации и вас допускает до персонала, и вы можете это делать, пожалуйста, тоже совершенно бесплатно вы можете консультировать тех, кто к вам приходит. То есть отрабатывать вот эти методики на обычных людях, смотреть, как они работают, инструменты, сейчас я о них тоже скажу, и дальше уже работать. У нас после практикума по карьерным консультированиям мы решили сделать следующее. У нас две аудитории в нашем центре. Одна аудитория – это карьерные консультанты, которые проходят этот практикум. И вторая аудитория – это наши выпускники, безработные, которые хотят найти работу. И мы решили свести две эти аудитории. У меня уже есть перечень порядка 15 человек, желающих, это клиенты наши, желающих, чтобы их проконсультировали. Я объяснила, что это бесплатно, абсолютно бесплатно, потому что это нужно, это типа стажировки будет, да, для тех, кто заканчивает практику, им надо постажироваться. И вот, пожалуйста, у нас живые клиенты будут. Они уже ждут наших звонков. Я обещала, что где-то в конце января, в начале февраля мы созвонимся, и каждый, кто захочет пройти эту стажировку, будет иметь двух-трех, может быть, больше клиентов, и сможет на них отработать вот это, свои инструменты. По окончании стажировки мы будем выдавать рекомендательные письма, ну, потому что будет отчет после стажировки, мы проверим все это. Если будут какие-то трудности, опять же, поможем, проконсультируем, и также мы будем выдавать свидетельства о том, что данный конкретный человек прошел вот такую стажировку. Ну, то есть уже не без опыта работы, у него уже были клиенты, может быть, даже отзывы клиентов будем собирать наших же, да, и, по-моему, это прекрасно. Вот, пожалуйста, для начала карьеры опыт можно набрать. Конечно, подойдите потом и станете клиентом. Конечно. Коллеги, все, кто хочет стать клиентом, можете написать мне на почту, и я обязательно включу вас в список общий. Как только у нас появятся готовые карьерные консультанты, мы обязательно вас друг с другом познакомим. Так, нет, следующий внутренний фактор, трудности нет, эксперты во всех областях. Это тоже нормально, потому что, как правило, мы же не можем так же хорошо знать бухгалтерию, как, допустим, IT-специализацию, ну и так далее. Поэтому, что нужно сделать? Надо самосовершенствоваться. Ну, во-первых, выбрать для себя то направление, которое вам действительно интересно. Если вас интересует, как я уже сказала, бухгалтерия, а не IT, то мы идем именно по этому направлению. А потом постепенно, постепенно расширяем. Все сразу, объять необъятное, это достаточно сложно. Ну, я думаю, что и не нужно для начала, потому что иначе получишь кашу в голове, да. Приходит клиент, один, вы вроде бы с ним поработали, рынок труда изучили, потом приходит второй, из другого рынка труда, и вы проделаете ту же самую работу. На мой взгляд, надо сначала закрепить успех по одному направлению, а потом уже постепенно, постепенно расширять. И практиковаться, как можно больше практиковаться, конечно. Ну, вот еще одна проблема, это проблема выбора инструментов. Какие инструменты использовать? И самоучки обычно идут в интернет, скачут оттуда что-то там, что им понравилось, и начинают использовать. Но, к сожалению, не всегда, потому что можно и навредить этими инструментами. А вот сейчас я примеры тоже приведу, покажу вам, какие есть инструменты и как можно и навредить, тоже могу рассказать. Так, это у нас БН. Еще одна трудность, группа трудностей, это поведение клиента. Клиенты бывают разные, так же, как и мы с вами, так же, как все люди. Есть разные классификации клиентов. Я вам приведу одну классификацию и расскажу о том, как лучше работать с такими клиентами. Ну, вот, например, есть такой тип клиента, который называется клиент-рантье. То есть это человек, который не хочет брать на себя ответственность, он приходит и перекладывает ответственность. У него, как правило, внешний локус контроля, ему все не нравится, мы с ним будем разговаривать. Он, скорее всего, будет ответственность перекладывать на всех остальных, на родителей, которые вовремя там его не направили на путь истинный, на работодателей, которые его недооценивают. Ну, и вот он пришел к вам, он вами тоже, скорее всего, будет недоволен, да, потому что ответственность на вас. Ну, вы же сказали, что надо так сделать. Я это сделала, мне не получилось. Кто виноват? Ну, конечно, консультант. Вот тут еще раз напомню принципы. Первый, один из принципов, и первый, наверное, это разделение ответственности. Значит, за что отвечает клиент? Клиент несет ответственность за свои решения, за свои действия, которые он производит, и последствия этих решений. Он несет ответственность за полноту информации, которую он нам предоставляет, и объективность, потому что если он что-то нам не сказал, или наоборот, что-то лишнее сказал, на самом деле это ему не присуще. В этом случае мы не сможем его правильно проконсультировать. Он несет ответственность за соблюдение обязательств по оплате услуг, суммы, сроки. Это все желательно фиксировать. Как только перейдете из бесплатных консультаций в платные, все обязательно фиксируйте. И соблюдение сроков в качестве выполнения заданий и тестов. Если вы им дали какое-то задание, то обязательно проверяйте, чтобы задания были выполнены. Не будут выполнены задания, этот инструмент не будет работать. Тогда смысл? Мы потеряли время, а ничего не достигли. Теперь зона ответственности консультанта. Первое. Консультант несет ответственность за организацию процесса контролирования и соблюдения методологии. Как правильно это делать? Как правильно проводить сессию? Какие правильные инструменты использовать? То есть это все должен знать консультант. Ну и, конечно же, за атмосферу на сессии тоже он несет ответственность. Если клиент заканчивает сессию, если он недоволен, если он, я не знаю, раздражен, то во многом это вина консультанта. Понятно, что в конфликтных ситуациях виноваты обе стороны. Не может быть такого, чтобы консультант белый пушистый, а клиент, или наоборот, клиент белый пушистый, а консультант там. Нет. Понятно, что вина лежит. Но в данном случае в большей степени, конечно, на консультанте. Значит, он как специалист не смог расположить в себе, не смог установить контакт, не смог снять напряженность, не смог вызвать доверие. А если не смог, то какой же это профессионал? Правильно? Никакой. Вот. И рантье ни в коем случае нельзя подыгрывать ему. Потому что как только вы начнете ему сочувствовать, да, и опять же на эмоции выходить, все, сядет на шею, и дальше уже невозможно будет ничего сделать. Поэтому сразу же, если вы чувствуете, что из рассказа человека, а это всегда чувствуется, что это, скорее всего, именно этот тип, ну или частично, в этом случае надо сразу прояснить конкретное ожидание. Давайте договоримся, вот о чем. Это ваша зона ответственности, это моя. Если вы согласны на это, мы работаем. Если вы не согласны, то я не смогу вам помочь и так далее. Не бойтесь отказываться от клиентов, ну не от всех, конечно, а от тех, с которыми вы чувствуете, что вы не можете справиться. Потому что иначе это будет испорченная репутация, настроение, ну и самооценка тоже будет падать. Поэтому сначала надо обучиться всему этому, постажироваться, а потом уже выходить на клиентов, на таких настоящих и трудных клиентов. И еще раз повторяю, если вы все испробовали, ничего не получается, лучше отказаться или передать кому-нибудь, кто посильнее, кто сможет с этим справиться. Следующий тип клиента это клиент вещь в себе. Такое впечатление, что он никак не может раскрыться. Вот мы ему задаем вопрос, он да, нет, не знаю, да, нет, нет, и все. И мы не можем вот пробиться к нему, как будто у него какой-то барьер стоит, вот тоже можно встречались с такой ситуацией. Так вот, что в этом случае лучше сделать? Здесь надо проанализировать свое поведение. Правильно ли мы себя ведем? Возможно, мы изначально просто не установили контакт. Контакт устанавливается на первой стадии, на самой начальной стадии. Если не установили контакт, человек нам не доверяет, понятно, он думает, я лучше этого рассказывать не буду и так далее. Второе. Может быть, мы неправильно задаем вопросы. Если мы задаем только закрытые вопросы, на которые предполагается ответ да или нет, ну, естественно, мы и получим да или нет. У нас была одна слушательница, HR, она тоже занималась консультированием, и вот она жаловалась на то, что клиент приходит, и из него клещами приходится вытаскивать буквально информацию. Ну, и в результате выяснилось, почему у нее это произошло. Во-первых, норовоучительный тон. Она говорит, ну, а как иначе? Я же консультант, ко мне же пришли за помощью, вот я рассказываю, что надо делать. При этом, когда клиент что-то начинал говорить, рассказывать о себе, она понимала, он действительно опытный человек, она понимала, что будет дальше, она прервала, говорит, это я знаю, давайте дальше и так далее. Человек не выговорился, не раскрылся, ничего, но понятно, что он закрывается все больше и больше. И настоятельные рекомендации, как только мы начинаем сверху давать рекомендации, любой человек, внутренний или внешний, он будет сопротивляться. Тот, кто более открытый, он будет внешне сопротивляться. Сразу скажут, нет, мне это не подходит, это не подходит. А тот, кто, может быть, интроверт или какие-то другие особенности есть у человека, он, может быть, очень воспитанный, не привык возражать консультанту, он будет кивать, соглашаться или молчать, и в результате ничего не получится. Поэтому наша задача добиться того, чтобы человек сам через себя это пропустил, сказал, да, это то, что нужно, а еще лучше, если бы он сам сформулировал. Здесь нам получен, поможет, безусловно, о нем сейчас тоже расскажу. Либо клиент пришел к нам в каком-то особом состоянии. Есть такая шкала состояния по Хаббарту от апатии до энтузиазма, если крайности брать, от сожаления до полной свободы. И надо понять, опять же, есть специальные инструменты, на каком уровне находится его состояние сейчас. Если у него вообще нересурсное состояние, он выжит, не знаю, как что, только что было какое-то увольнение не очень приятное, он не готов искать работу, и понятно, что он действительно будет закрываться и защищаться. У него просто нет ресурсов. Еще есть клиенты, которые либо с завышенной, либо с заниженной самооценкой. Я самый, либо я самый классный, либо я самый несчастный в мире человек, да, как Карлсон, или сам больной в мире человек. Вот, и то, и другое нам тоже будет мешать. Людей с адекватной самооценкой очень мало, ну, прям вот с адекватной, адекватной такой. Поэтому в любом случае у нас либо немного завышенной, либо немного заниженной, но когда это уже переходит все границы, конечно, это очень сложно работать с такими клиентами. Ну, к нашему счастью, крайности встречается тоже редко. Что можно сделать? Если вы поняли, что у человека заниженная самооценка, тут надо его подбадривать всячески, опять же, кончинговый вопрос, вдохновение, в общем, как-то показывать ему возможности самореализации. Возможно, у него какие-то комплексы, но опять же, наша с вами задача, мы не психотерапевты, нам не надо близкивить в прошлом, а почему он так себя ведет, какие у него комплексы, от чего, вот это не наша абсолютная задача. Наша задача, мы смотрим в будущее, да, показать ему это прекрасное будущее, чтобы он поверил в свои силы и все это сделал. В случае, если, наоборот, завышенная самооценка, тут тоже можно работать. Ну, вот пример, приходит топ-менеджер, ну, кто-то там, допустим, коммерческий директор, да, и среди топ-менеджеров тоже есть разные направления, например, есть технологи, вот он как раз технолог, то есть он приходит в организацию, ему надо, чтобы были какие-то документы, локальные нормативные акты, там, какие-то регламенты, стандарты, по которым он будет работать. Ну, и дальше он уже прекрасно работает. Но таких организаций не так много, скорее всего, это какая-то очень стабильная организация, наверное, большая организация, где особо инновации не нужны, самое главное это выполнять то, что есть. Есть еще два типа топ-менеджеров, это ледокол, который приходит на начало бизнеса, стартап, и начинает раскручивать с нуля, и вот вам, пожалуйста, и кризис-менеджер, который приходит в организацию, когда организация плохо, и он тоже начинает, значит, вытаскивает эту организацию и вытаскивает. Как правило, все топ-менеджеры имеют какую-то специализацию, очень редко бывает, когда, ну, я не встречала во всяком случае, чтобы он был и технологом, и чтобы ему это все нравилось, и ледоколом, и кризис-менеджером и так далее. Так вот, приходит такой топ-менеджер, технолог, это реальная история, вот, и говорит, я не могу найти работу. Консультант, который не разберется в этом, что он скажет, ну, давайте помогу вам составить там резюме, расскажу, как действовать, составляет резюме, рассказывает, как действовать, а у него не получается. Почему? А потому, что он обращается в компании либо на стартап, либо там, где требуется кризис-менеджер, а он не может этим заниматься. То есть, если бы он захотел, он бы, конечно, освоил это, но, может быть, он сам даже не понимает, что ему нужно. Поэтому, в данном случае, надо понять, к какой категории он относится, и уже направлять, и объяснять, какие компании обращаются, и его, какие компетенции ему надо подтянуть. Коллеги, опять у кого-то микрофон, большая просьба, выключите, пожалуйста, звук микрофона, мы с вами обязательно пообщаемся, только чуть позже, потому что у нас сейчас идет запись. Конечно, конечно. Вот, если мы говорим о клиентах с замышленной, с амацией, которые говорят, я все знаю, я все умею, и все прочее, но меня почему-то не берут, я вот с вороной на голове, и меня почему-то не берут на работу. В этом случае надо его обнулить. Как обнуляем? При помощи конкретных каких-то вопросов. Что именно вы знаете, какой именно у вас опыт есть, какую вы хотите вакансию, ага, вы хотите вакансию, давайте за ним, смотрите, вот здесь вот это требуется, у вас есть эти компетенции, ну и так далее, и так далее. Вот, если он не умеет, значит, еще раз, коллеги, большая просьба, отключите, пожалуйста, звук микрофона, потому что даже слышно, все, я сама отключила, прошу прощения. Вот, но я вынуждена была это сделать, потому что дополнительные звуки идут. Вот, значит, мы конкретный вопрос задаем, и когда он понимает, что у него какие-то компетенции не очень развиты, в этом случае у него уже вот это вот, да, происходит осознание, и тогда уже будет куда-то там развиваться. ну, а если совсем никак, вот, либо с короной, либо ниже пинтуса, тут, скорее всего, какие-то психологические отклонения есть, скорее всего, да, и это уже не наше дело, это дело либо психолога, либо психотерапевта, чтобы они с ним работали. Повторяю, что карьерный консультант, это не обязательно психолог, и не обязательно психотерапевт, хотя это тоже допустимо. Еще один клиент, это клиент, не знаю как, но не так, вот на все, что бы вы ни сказали, на все отрицание идет сплошное, и это я делала, не получается, а это я вообще делать не буду, потому что это точно не получится, и так далее. То есть сопротивление идет постоянно. Опять же, анализируем свое поведение, не допустили ли мы какие-то ошибки, да, на установлении контакта, приостановлении контакта. Смотрим, какой локус контроля, внутренний или внешний, или может быть он просто капризничает, встает на позицию ребенка. Тоже выясняем это. Смотрим, какое состояние. Пытаемся пробиться, пытаемся понять, и скорее всего, еще, извините, проблема может стоять в том, что когда мы даем рекомендации извне, вот это сопротивление, оно нормально, естественно. Обратите внимание, как ведут себя дети. если мы детям говорим, вот это нельзя, а вот это надо сделать, ну, скорее всего, будут какие-то сопротивления. Дети более естественные в жизни, поэтому мы видим эту реакцию. У взрослых тоже самое абсолютно. Поэтому, как только мы видим, вот это вот сопротивление идет, все, мы уходим от рекомендаций, от своих, не знаем, что нужно делать, но мы не рекомендуем. А что мы делаем? Мы проводим коуч-сессию, коучинговые вопросы ставим, для того, чтобы этот клиент сам осознал и сам пришел к тому, что ему нужно. Ошибки карьерного консультанта. Ну, это уже наши четкие ошибки, почему у нас не получается, давайте посмотрим. Например, неверное понимание проблем клиента. Это может произойти, во-первых, из-за не очень хорошего опыта, но пока еще опыта нет. Это может произойти из-за того, что мы получили не всю информацию. Перед тем, как давать рекомендации, надо, естественно, всю информацию собрать. Причем не только от самого клиента, но и извне. Если у клиента есть, например, в социальных сетях какие-то страницы, профили, обязательно их надо тоже изучить, потому что они порой больше говорят о клиенте, нежели то, что сам клиент нам говорит. И обязательно поражаем ожидания. Неверные рекомендации, которые мы даем. Такое тоже может быть. Лучше использовать коучинговые и проективные вопросы для того, чтобы понять истинные желания клиента, потому что, когда мы задаем вопросы, очень часто клиенты дают социально ожидаемый ответ. Не потому, что они хотят нас вести в заблуждение, а потому что они считают, что так правильно. Когда мы им задаем вопрос, вы когда-нибудь опаздываете? Мы говорим, нет. А как он скажет, я опаздываю? Он же пришел к консультанту. Если консультант узнает, что он вот такой вот опаздул, извините за такое выражение, то, естественно, скажет, вы уже сначала тайм-менеджмент пройдите, а потом уже устраиваетесь на работу. Понятно, что как только мы употребляем такие слова, как всегда или никогда, все или никто, это крайности. Такого не бывает. Нет человека, который ни разу в жизни бы не опаздывал. Правильно? Поэтому неверные рекомендации могут исходить из того, что они не воспринимаются клиентом. И рекомендации, в принципе, верные, но и нереальные. Например, мы общаемся с клиентом и говорим, вы знаете, вот такая профессия очень востребована в Москве. Вы приезжаете сюда к нам, у вас в Москву, и здесь мы вам найдем работу. Он говорит, я не хочу в Москву. Я вот как жил в своем городе, в поселке, я хочу там остаться. Поэтому это верные рекомендации. В принципе, если он приедет туда, он сделает карьеру, но это нереально. Для него в данный момент это нереально. Вот поэтому нужно понимать еще, какие у него есть ожидания и готов ли он вообще измениться резко. Вот. Теперь, что касается инструментов. Какими инструментами пользуются карьерные консультанты? Я разделила основные инструменты на пять этапов консультирования. На каждом этапе используются какие-то свои инструменты, потому что цели разные. Например, первый этап – это определение себя как карьерного консультанта. Нам нужно понимать, какие у нас есть плюсы, какие минусы. То есть мы изучаем сначала себя. Здесь можно провести свод-анализ. Свод-анализ, знаете, да? Это сильные, слабые стороны возможностей и риски, ограничения. Так вот, мы можем себя оценить как карьерный консультант по свод-анализу. Написать, какие у нас сильные стороны, какие у нас слабые стороны, что мы можем делать, что мы можем дать клиенту и чему нам надо еще учиться. Очень хорошо, ярко видно будет и так далее. Можно взять, например, профстандарт. Утвержденного профстандарта нет, но есть проект профстандарта, он называется профессиональный стандарт консультанта по управлению персоналом. По-моему, так. Его еще не утвердили. Разработан Атахировым Базаровым. Атахиров Исупович Базаровым. Вот он разработал, но еще пока не утвердили. Можно посмотреть, какие компетенции там нужны. Или взять любой профстандарт консультанта, посмотреть, какие общие компетенции там перечислены и оценить. Оценить, например, при помощи кольца баланса. Знаете, да? Есть такое колесо, которое разделено, ну, там, окружность разделена на восемь частей, и каждая из этих частей что-то обозначает. Ну, например, там какая-то компетенция, да? И в случае, если у вас эта компетенция на 10 баллов развита, вы считаете так, ну, все замечательно, это развивать не нужно. Но если какая-то компетенция недостаточно развита, вот, пожалуйста, зона развития карьерного консультанта. Далее. Нам нужно понимать, с какой целью мы собираемся консультировать. Это тоже очень важный момент. Например, если ради денег, это один путь консультанта. Это значит, нам быстренько надо выстроить там батарею вот этих инструментов, тестов и так далее, и быстро выходить на внешний рынок. Ну, потому что деньги там зарабатываются, да? Вот. Если нам нужна, допустим, власть слава тоже, где, как ни в социальных сетях, мы сможем засветиться, в общем, красивые там слова и все прочее. Вот. Либо это может быть самореализация. То есть мне не важно, знают меня, как карьерный консультант. Нет. Главное, самореализоваться в этом. Мне нравится этим заниматься, я это буду делать. Либо это может быть помощь людям, да? Вот такая миссия. Я помогаю людям и так далее. То есть надо определить, для чего мы это делаем. Также лучше определить для начала, особенно направление. Например, я консультирую только подростков. Или я консультирую только взрослых. Или я консультирую только в определенной деятельности. Или я консультирую в своей организации. Или выхожу на внешний рынок. Или я консультирую только на определенном этапе. Допустим, составление резюме. Вот я прям эксперт в этом. И в сообществе сообщила всем, что всем, у кого есть клиенты, и нужно проконсультировать именно по поводу резюме, пожалуйста, обращайтесь ко мне. То есть на какой-то определенном этапе. И консультации, выбор профессии, допустим, я консультирую, профориентацию какую-то даю и так далее. То есть для себя нужно четко определить, кто мы и что мы. Здесь же может, кстати, работать тест якоря карьеры Шейна. Может быть, кто-то знает, там вопросы, да, ответы. Далее, как только мы определили себя, мы видим, кто мы и что мы, дальше идет работа с клиентом, снятие запроса с клиентом. Здесь тоже могут быть трудности, что мы здесь можем использовать. Так же, как и для себя, нам надо понять этот запрос, и можем также использовать и сфотоанализ, тот же сам, и колесо баланса можем использовать, и можем использовать метафорические ассоциативные карты. Работали с ними, нет? Вот, кстати, хотела рассказать об ошибке, которую допустила одна наша слушательница. Она консультировала клиента и на первом же, вот на первой сессии сказала, мы будем использовать метафорические ассоциативные карты. Он говорит, а что это? Ну, она начала рассказывать, а он после слова карты вообще ничего не слышит. Он решил, что-то гадалка какая-то, да, которая будет этим пользоваться, значит, вот раскладывать карты типа Таро или там что-то еще. И все, и клиент исчез. Потом она стала выяснять, и оказывается, его вот смутило именно это. Поэтому клиентам лучше не называть то, что мы вот делаем, мы просто выполняем это, показываем, объясняем, для чего это нужно, для того, чтобы лучше узнать и так далее, и так далее. И там работаем с ним. Вот, что еще можно на этом этапе? На этом этапе можно работать с разными уровнями проблем клиентов по Козлову. Там есть очевидные проблемы, с которыми он приходит и говорит, вот я не могу найти работу, допустим, да, вероятные, предполагаемые, такие гипотезы некие, глубинные причины проблем, которые являются самыми настоящими. Если мы сможем выяснить вот именно глубинные проблемы, нам будет легче, потому что мы уже будем работать в том направлении, которое нужно. Если очевидно, то мы так и будем ходить хвостиком за этим клиентом, он будет говорить, надо составить резюме, составили, надо там найти какие-то источники поиска, нашли и так далее, и так далее. Слепую будем работать, да? Это снятие запроса. Следующее, построение карьеры. Здесь много всяких техник, начиная от моих карьер, когда клиент выстраивает свой жизненный путь и, значит, на нем отмечает, какими карьерами он владеет, что он умеет делать, в какие сроки это было и чего он достиг. Можно еще использовать, например, матрицу идентичности, когда мы клиента по этой матрице раскладываем, что он хочет сделать и что он не хочет, то есть от обратного, кем он станет и кем он точно никогда не станет. Здесь же мы используем коучинг, коучинговые вопросы. Они заключаются в том, чтобы не давать наводящих ответов таких вопросов, а состоит в том, чтобы, задавая эти вопросы, вытащить из клиента, что действительно он хочет. То есть сами ничего не рекомендуем, просто задаем вопрос. Допустим, кем вы хотите стать? Ну, допустим, так, а как вы думаете, это получится? Да, получится. А что нам нужно сделать для того, чтобы это получилось? Я не знаю. Ну, давайте подумаем. Ну и так далее. То есть мы сами не даем ответы, а вытаскиваем из клиента. Что еще? Нам нужно понять, вот есть еще такой инструмент интересный, цель как состояние. Это пирамида Роберта Дилтса. Нам надо выяснить, на каком этапе лежит запрос клиента. Очень напоминает пирамиду Маслоу, он там немного отличается. Если интересно, тоже можете найти в интернете, сейчас есть эта информация. Либо это на самом нижнем уровне, окружение. Я хочу быть юристом, потому что все мои друзья юристы. Или потому что так хотят родить. Вот это окружение. И постепенно, постепенно выходим до самого верха. Это ценности, индивидуальность, миссия. То есть я хочу быть юристом, потому что я хочу помогать людям. Ля-ля-ля-ля. Вот совершенно другой подход. И нам надо понять, на каком уровне это лежит. Потому что если вот на окружении, это временно, все равно он уйдет от этого. Есть еще такая, такой инструмент, называется система управления карьерой. Мы указываем А, текущую место, точка такая, да, и Б, куда хочет прийти. И дальше уже выстраиваем вот этот вот путь от того, что сейчас есть, до желаемого. Ну, здесь очень много всяких инструментов. Я не знаю, я, наверное, больше перечислять не буду, но в частности есть вот такие. Следующий этап это корректировка под конкретный запрос, когда клиент подходит и приходит и уже знает, что он хочет. Здесь мы можем ставить цель, используя методику SMART. Тоже достаточно распространенная, известная методика. Чем она хороша? Она хороша тем, что она конкретно измеряема и определена во времени. То есть там полная конкретика. Мы это записываем, через некоторое время мы просто можем проверить. Здесь же изучаем профиль в соцсетях для того, чтобы скорректировать под конкретный запрос. Допустим, клиент говорит о том, что я отправляю резюме и никто не отвечает на мои резюме. Почему? Смотрим профиль в соцсетях, а там такое, мама не горюй. То есть позиционирование должно идти на разных этапах, в том числе и здесь. Здесь можно скорректировать это. Можно сравнить текущий уровень с требуемым, то есть что у меня есть и что нужно. Вот зону развития определить и посмотреть, когда он к этому придет. И еще есть такое понятие, как EVP, ценностное предложение для работодателя. То есть работодатель, он не хочет, чтобы к нему пришли и сказали, ну вот у вас было там объявление вакансии, я хочу прийти, работодатель спрашивает, зачем? Ну, чтобы побольше денег заработать, там самореализоваться, хорошее общение. Вот это мне все нравится. Все. А что нужно работодателю? А работодателю нужен человек, который придет и что-то сделает для него. То есть не с протянутой рукой помогите мне, пожалуйста, да, а что-то сделать. И вот консультант может помочь, зная особенности клиента, вот такое ценностное предложение для работодателя представить. Кстати, это можно сделать и внутри компании, если работник хочет перейти на место начальника, например, но не знает, как это лучше сделать, кому обратиться, как спозиционировать себя, да, вот консультант тоже может ему помочь. Ну и еще сопровождение карьеры. Сопровождение карьеры, когда уже все замечательно, работа найдена или работник перешел на тот самый уровень, на который хотел, этого недостаточно. Дальше мы сопровождаем карьеру для того, чтобы помочь этому работнику удержаться и развиваться дальше. Здесь тоже используются разные инструменты, например, матрица состояния карьеры. Это жизненный цикл работника, может быть, кто-то знает, да, новичок, специалист, профессионал, консультант. Все, достиг порога и там потолка своего, значит, идем дальше. И так вот жизненный цикл так и развивается. Вот. Можно также использовать создание правильного действия, когда вокруг у нас только правильные люди, вещи, способ, время, причины, все правильное. Если есть токсичные люди, которые тянут постоянно на дно и так далее, то надо подумать, как с этим работать. Готов ли человек расстаться с этими людьми или он как-то тоже будет оказывать влияние на них и так далее. Но свою карьеру он не должен подстраивать под этих людей. Выстраиваем также маршрут изменений поэтапно, когда что будет сделано и когда мы это графически пропишем, это очень наглядно и человек становится более вдохновленным, что ли, более мотивированным, потому что как в тайм-менеджменте «Как съесть слона» ужасная, конечно, фраза, но тем не менее по кусочкам. То же самое и здесь. Вот как достичь вот этого желаемого? По кусочкам, понемногу, по чуть-чуть. История успеха. Человек должен обязательно рассказать не чью-то историю успеха услышать, а свою создать. Он должен вспомнить всю свою жизнь и вспомнить, когда он был успешен. Это очень важно, потому что, ну, одно дело, ну, конечно, ну, это же, это же вот он, понимаете, это же Владимир Владимирович, это понятно, а я-то что, да? Вот. И вот надо, чтобы у человека выросли крылья за спиной, для этого он вспоминает свои успехи. Пусть они будут не очень, по его мнению, такие вот большие, но тем не менее. Подход в возрастные карьеры, так, редактирование жизни есть еще, да, в общем, инструменты есть. Идем дальше. Где можно научиться использовать эти инструменты на практике? Ну, напоминаю, что 15 января у нас начинается наш практикум, именно практикум, а не просто курс по карьерному консультированию, и далее в режиме открытого обучения тоже. Стажировку, про стажировку я вам рассказывала, у нас есть вот такая страница подустройства на нашем сайте, и именно там мы будем брать своих клиентов, да, потому что клиенты прибавляются у нас, каждый раз, когда я провожу успешный поиск работы, такой семинар, каждый раз я буду составлять списки и, естественно, предлагать этих клиентов всем желающим. Может быть, кто-то даже, когда уже достигнет определенного уровня, сможет уже и за деньги консультировать, потому что ко мне обращаются люди, говорят, платим деньги, мы готовы, но самое главное, чтобы помогли. Ну, вначале, понятно, сначала надо потренироваться бесплатно, а потом уже делать на этом деньги. Документы об окончании, которые мы вручаем, после окончания этого практикума будет удостоверение повышения квалификации, но в случае, если это дипломная работа, то по окончании всех курсов это диплом о профессиональной переподготовке. На нашем сайте есть еще вот такой замечательный путеводитель по курсам, вот три человечка в шляпках, это дипломная программа, здесь можете посмотреть, какие есть курсы, каждый курс, это гиперссылка, кликайте и попадаете сразу на страницу курса. А люди без шляпок, вот, и еще, вот они, это треки, и когда мы берем полностью несколько курсов, это дешевле, и по окончании всего трека получаем один документ, могу вернуть, если хотите, вернуть? Да, вернуйтесь, Да, пожалуйста, на сайте, да, это есть, можете найти на странице управления персоналом, прям заходите, и там такая вот в виде таблицы, ну, можно кликать, переходить, и вот такие тоже есть. Вот, и в случае, если вы оканчиваете, то вам дадут один документ по всем этим трекам, и количество часов там будет более весомое. На мой взгляд, лучше один документ весомый, чем 150 документов по 16 или по 8 экономических часов. Это мое мнение, но я могу ошибаться. Итак, вопросы для обсуждения, которые мы с вами обсудили, что такое карьерное консультирование, типичные трудности в работе карьерного консультанта, и как с ними работать, какими инструментами пользуются карьерные консультанты, где можно научиться использовать эти инструменты, и если у вас есть вопросы, я обязательно сейчас на них отвечу. Напоминаю, что с вами была Светлышева Ольга Юрьевна. Ваши вопросы вы можете отправлять по адресу осветлышева собакоспециалист.ру, это моя корпоративная почта, ну и всем большое спасибо, готова ответить на ваши вопросы. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok